Вот так скромно, с немного стеснительной улыбкой, дважды чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов здоровается со своими поклонниками. Воплотить в реальность мечты простых южноуральских мальчишек помогло областное общественное движение «Сосгород» и депутат Госдумы Андрей Барышев. По словам народного избранника, такие встречи для юных спортсменов – источник вдохновения. «Понимаем, что он сам себя сделал, вырос, что называется, в конкурентной борьбе, трудом, своим талантом, достиг всего сам. Это хороший пример для мальчишек, для популяризации спорта, популяризации здорового образа жизни. И, в общем-то, такая большая доля патриотизма, я считаю, в таких встречах тоже есть». Поселок Мирный, Уйский, Сосновский, Чебаркульский районы и, конечно же, Челябинск. Кумиру юные хоккеисты приготовили десятки вопросов. А для самого Евгения Кузнецова эта встреча – не только возможность хорошо провести время, но и вновь напомнить о важности поддержки детского спорта. «Никто не бросит детскую школу, никто не бросит развитие дворового хоккея детского. И главное, не то чтобы финансовая помощь, а больше внимания, наверное, уделять детям. И тем самым у детей будет больше желания ходить на хоккейную площадку, играть в футбол больше, чем где-то быть на улице». Что же касается самих юных спортсменов, то за них красноречиво говорили их эмоции. «У меня в первую очередь радость, потому что я увидел живую легенду, которая уже в Челябинске не живет, но приезжает, но не часто его встретишь уже. И это вот как-то даже гордость, что есть такой у нас земляк, который играет в Америке и побеждает». Встретиться со звездой, кстати, можно будет еще и 15 августа. В день открытия игр на Кубок губернатора Челябинской области Евгений Кузнецов покажет Челябинцам Кубок Стэнли. А для лучшего нападающего ежегодной спартакиады дворовых команд звездный игрок оставил индивидуальное пожелание и автограф. Анастасия Мельникова, Кирилл Данько, СТС, Челябинск.